Здравствуйте. Легко ли сегодня стать или быть бизнесменом? Конечно, необходимы финансовые вложения, но наличие денег не каждому гарантирует успешный результат. Необходим еще целый ряд условий. Но вот для кого-то административная нагрузка становится серьезным препятствием, потому как, попросту говоря, зачастую портит нервы и влечет трату денег. Введение всевозможной документации, отчеты в различные инстанции, сбор целой кипы бумаг для получения, к примеру, субсидий, грантов и прочего. В общем, нужно соблюдать множество различных правил. Ну а шаг влево, шаг вправо – штраф. Чем больше штрафов, тем вроде бы как эффективнее работа контролирующих органов. Однако сейчас действует новая методика контрольно-надзорной деятельности, которая предполагает смещение приоритетов не в пользу количества взысканий. В Новосибирской области, как и в других регионах, реализуется приоритетная программа, разработанная по поручению президента Путина – реформа контрольно-надзорной деятельности. Насколько меняются подходы в этой самой контрольно-надзорной деятельности, говорим сегодня в программе «Одельная тема». Гость студии, уполномоченный по защите прав предпринимателей Новосибирской области Виктор Визовых. Виктор Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вообще Новосибирская область стабильно является лидером по развитию малого и среднего бизнеса. Сегодня у нас зарегистрировано, если не ошибаюсь, порядка 140 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Ну, в основном это, конечно, микропредприятия. И вот с каждым годом их открывается все больше, но есть такие, которые закрываются по разным причинам. Хотелось бы понять, какова доля тех, что закрываются именно из-за чрезмерной административной нагрузки, насколько часто к вам обращаются с какими-то жалобами на то, что штрафы слишком высокие, проверок слишком много, ну и вот что-то в этом роде. Вы правильно сказали, у нас на протяжении нескольких лет количество зарегистрированных малых и средних предприятий порядка 142 тысяч. Ежегодно несколько десятков тысяч открывается новых предприятий, а поскольку численность сохраняется, значит, столько же примерно и закрывается. У нас вопросы контрольно-надзорной деятельности каждый год являются одним из самых острых вопросов, с которыми к нам обращаются предприниматели и традиционно составляют около 20%. В этом году это наибольшее количество в сравнении с другими проблемами, которые есть в бизнесе. Вот в 2017 году таких жалоб больше? В 2017 году доля. Их порядка 20%. Поэтому вопросы действительно острые, болезненные и вызывают тяжелое впечатление у предпринимателей, некоторое угнетенное настроение. Понятно, что это связано и с кризисом, и с санкциями и так далее, но хотелось бы, чтобы мы сами себе не добавляли еще проблем для наших предпринимателей. А в чем заключается вот эта самая контрольно-надзорная деятельность? В России есть более 40 различных государственных органов, имеющих право, это только федеральных, имеющих право осуществлять надзор. И они осуществляют 144 вида надзора. То есть они имеют право и осуществляют этот надзор? Это только на федеральном уровне. Еще 48 видов надзора есть на региональном уровне, еще 11 видов надзора на муниципальном уровне. Это я перечислил далеко не все. Потому что есть еще, скажем, монополии, есть еще банки и так далее. Но вот так вот, когда мы говорим о контрольно-надзорной деятельности, о реформе, мы не касаемся коммерческих видов надзора, мы говорим только о государственном и муниципальном виде надзора. Вот их 200 видов, более 200 видов надзора. Достаточно тяжелая машина, которая осуществляет, за 2016 год осуществила более 2 миллионов проверок. Проверяет различные требования, в числе тоже 2 миллионов, вот 2 миллиона требований к бизнесу предъявляются со стороны контрольно-надзорных органов, чтобы их выучить, жизни не хватит. Это финансово сложная машина, потому что государство тратит на осуществление надзора 1,3 триллиона рублей в год. Это на минуточку бюджет Новосибирской области в течение 10 лет примерно так. Каждая проверка обходится в 56 тысяч рублей бюджетом. Но и бизнес при этом теряет. По некоторым оценкам теряет примерно 5% ВВП. Поэтому проблема действительно серьезная, затратная, сложная. И здесь очень важно пройти как по лезвию ножа. С одной стороны уменьшить эти затраты, государственные затраты и затраты бизнеса. С другой стороны не потерять, конечно, надзор как очень важную функцию, потому что жизнь, здоровье людей – это тоже очень важная вещь. Но вот те цифры, которые вы назвали, на мой взгляд, это, наверное, не очень разумно. На ваш взгляд, вот эта административная нагрузка, насколько она высока? Это административная нагрузка. Я думаю, что то самое количество необходимых требований можно значительно уменьшить, в разы можно уменьшить. И от этого не пострадает ни бизнес, ни опасность. Но скорее выиграет только. Да, потому что есть очень много требований, которые, ну непонятно как, появились, зачем они вообще существуют. Ну, я не знаю, нельзя, скажем, в бизнесе хранить молоко и рыбу в одном холодильнике. Мы дома храним, и я не знаю ни одного случая, когда из-за нарушения товаров этого соседства в домашнем холодильнике погиб или заболел какой-то человек. Вот к бизнесу такие требования предъявляются. Поэтому, поскольку их достаточно много, приходится держать большую государственную надзорную машину, чтобы за ними следить. А это, конечно, отражается в чем? В частых проверках в отношении бизнеса, запрашиванию лишних документов. Вот у нас по опросам в Новосибирской области в среднем на каждого предпринимателя приходится две проверки в год. Но мы можем себе представить, что у трех человек их нет, а у какого-то предпринимателя это 15 проверок в год. Вполне реальная ситуация. Вот недавно было обращение ко мне предпринимателя, у которого прошло 15 проверок за неполных 6 месяцев. Он не закрылся? Морально устойчивым оказался? Он оказался устойчивым, крепким, и проверки не выявили существенных нарушений. Поэтому он сохранился. Но можно себе представить, что не всякий выдержит действительно такое количество проверок за такой промежуток времени. Скажите, есть ли какие-то субъекты бизнеса, которые являются, так скажем, привилегированными, которые, может быть, как-то смогли оградить себя от проверок? Или независимо от масштаба предприятия, проверяют всех без исключения? Всех без исключения. Ни в одной отрасли, ни в одном бизнесе не существует каких-то льгот в этом плане, потому что правила, законы, санпины, они для всех одинаковые. Скажите, штрафные санкции каковы? Ну, хотя бы примерный какой-то диапазон. Может быть, есть статистика по итогам полного 2016 года, а может быть, в 2017 году уже. Какие-то цифры появились. Штрафные санкции очень разнообразные, я бы сказал. Ну, у каждой службы, конечно, они свои. Если у вас бизнес, у вас пришел, проверил какой-то надзорный орган, МЧС, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, наиболее частые, надо сказать, органы надзорные, которые наибольшее количество проверок проводят, у них как раз очень много требований различных, заложено в их работу, то они могут наказать по-разному. Могут наказать, найти какого-то нарушителя в вашей компании и ему, как физическому лицу, назначить штраф. Ну, видимо, это относительно небольшие суммы, да? Относительно небольшие. Но могут и наказать руководителя, как должностное лицо. Там уже суммы приличные. Если в первом случае это десятки тысяч рублей, во втором это уже сотни тысяч рублей. Но штрафом может быть подвергнута и компания. И там уже речь о миллионах рублей. Можете себе представить, например, есть некоторые виды нарушений, за которые штраф 5 миллионов рублей. А если вы вовремя в течение трех недель, по-моему, этот штраф не уплатили, то вам начислят еще двойной штраф. Итого вы в течение месяца можете получить штраф в размере 15 миллионов рублей. И здесь большой вопрос. Всякая ли компания может выдержать и продолжить свою работу. Так что штрафы достаточно большие. Хотя у населения, у граждан очень часто существует мнение, что надо бы усиливать штрафы. Потому что, ну что такое бизнес? Он найдет денег, откупится, и все будет хорошо. Но тем не менее, я, может быть, скажу, приведу такое сравнение, которое может показаться непривычным, на первый взгляд. Вот у нас штраф для бизнеса за несвоевременное предоставление статистической отчетности, заполнение каких-то отчетов, и штраф за незаконное прерывание беременности одинаковый. То есть вот криминальный аборт и несвоевременное предоставление документов. На одной линейке стоят, да? Они стоят на одной линейке. И, конечно, вопрос штрафов, он иногда со стороны смотрится, да, может быть, и маловато, надо бы сильнее, а с другой стороны, ну, есть над чем подумать. Вот эта программа, новая реформа контрольно-надзорной деятельности, она призвана все-таки в первую очередь снизить затраты государства на вот этот самый контроль или ослабить все-таки контроль и дать чуть-чуть свободы бизнесменам? Вот вы знаете, реформа поставила перед собой, собственно говоря, две цели. Причем в чем сложность этой реформы, потому что цели это во многом диаметрально противоположные по методам. Вы уже сказали, что нужно до 2025 года на 50% сократить количество смертей от разных случаев, от пожаров, от отравлений и так далее, гибель людей, уменьшить на 30% материальные затраты, связанные опять же с теми же самыми случаями, на восстановление имущества и так далее. И в то же время снизить на 50% массив надзорных и контрольных мероприятий в отношении бизнеса. Казалось бы, первые две задачи нужно решать увеличением контрольной нагрузки и вообще всю страну поставить, и чтобы все контролировали всех. А вторая задача, она как бы стремится к тому, чтобы уменьшить эту нагрузку. Тем не менее, вот найдены некоторые подходы, которые позволяют надеяться, что все-таки можно совместить эти две не совсем совместимые цели. Какие подходы? За счет чего можно увеличить вот это самое качество администрирования контрольной нагрузки на деятельность? Один из вариантов это внедрение рискориентированного подхода. Понятно, что требования, это уже принятое такое сравнение, к атомной электростанции и к цветочному киоску, они разные, наверное. И проверять их с одинаковой периодичностью совсем не обязательно. Если атомную электростанцию нужно проверять два раза в год, то цветочный киоск раз в 10 лет, а в принципе можно его и вообще не проверять. Чего там проверять? И вот одна из целей реформы заключается в том, чтобы рассортировать весь наш бизнес по всем видам надзора по категориям рисков. Если, скажем, это пожарный надзор, то вот такой подход. Вот сложный бизнес, сложный объект, его нужно проверять один раз в год, менее сложный один раз в три года, в пять лет, в 10 лет, там, и не проверять. Сейчас этого нет? Сейчас это только начало внедряться. Вот рискориентированный подход начал активно внедряться как раз в 2017 году, и это один из элементов реформы. Второй момент, который бы я отметил, что нужно сделать в этом направлении, это усилить взаимодействие между контрольно-надзорными органами и самим бизнесом. Встречаться, общаться, выслушивать друг друга. Где? На нейтральной территории? Выслушивать предложения. Это неважно, это уже можно по-разному организовывать. Сейчас такие вещи организуются, каждый контрольно-надзорный орган раз в квартал собирает предпринимателей, рассказывает им, какие риски существуют, что они проверяют, зачем это делают. У меня есть некоторые претензии к тому, как это организовано, но тем не менее, есть подвижка. Более того, все органы контроля обязаны разместить у себя на сайтах документы, на основании которых они работают и те самые обязательные требования, которых больше двух миллионов у нас, я говорил. То есть, что именно они будут проверять. Это элемент взаимодействия, который со временем, мне кажется, должен дать эффект какой? Ну, все-таки предприниматели глубже должны понимать то, что к ним предъявляется и выдавать какие-то предложения. Есть еще одно направление в реформе, которое невозможно не отметить, это внедрение различных средств объективного контроля. Вот очень характерный пример в этом плане работы ГИБДД. Внедрили камеры и сейчас камеры выписывают то ли 60, то ли 80% всех штрафов, а при этом, так сказать, инспекторам не надо стоять на улице и это делать. Вот это направление внедрения всевозможных, повторяю, методов объективного контроля, это тоже направление реформы. Это не решается за один год, реформа рассчитана на десятки лет, и будем надеяться, что это даст свои результаты. Но главное, мне кажется, эта работа еще не началась, это следующий этап реформы, наверное, начнется, активизируется в 2018 году. Это как раз ревизия вот тех самых обязательных требований, которые у нас содержатся в различных документах и от которых можно было бы отказаться. К сожалению, их много. Их много, и их нужно серьезно уменьшать. Но вот скажите, действует ли, так скажем, контроль за контролерами? Ну, вдруг действительно очень много проверок, необоснованно, кто может это отследить? Либо сами бизнесмены могут куда-то пожаловаться, что необоснованно пришли ко мне уже в 15-й или в 25-й раз? Да, могут пожаловаться, и могут, кстати, обратиться к нам, и мы можем выйти на проверку, не спрашивая разрешения надзорного органа. Но нам нужно обязательно письменное согласие самого бизнесмена. И никто из бизнеса не очень хотят, чтобы мы в этом участвовали. По привычке, да, много лет воспитывались к тому, что мы как-нибудь потихонечку сами с инспектором там постараемся договориться. Да, и нам третьего лица не надо. А если третье лицо придет, то где уверенность, что этот инспектор через полгода потом меня не накажет по самые, так сказать, по максимуму. Да, по максимуму. Вопрос, который вы задали, кто может контролировать, мне кажется, он не самый актуальный. Здесь гораздо более важный аспект, а кто оценивает работу контролеров и контрольно-надзорных органов? И по каким параметрам кто оценивает? До недавнего времени критерии оценки были одинаковые у всех. Кто больше штрафов, кто больше нарушений выявил, тот и молодец, да? Тот и молодец. Кто больше штрафов выписал, тот вообще герой. А если эти штрафы еще и оплачиваются, то там можно медаль получать. И так оценивались и инспекторы, и так оценивались и сами надзорные органы друг с другом, соревнуясь. И вот здесь мы подходим к, может быть, к самому важному моменту реформы контрольно-надзорной деятельности, на мой взгляд, самый принципиальный, который заключается в том, что нам нужно изменить критерии. Нам нельзя выставлять те оценки, которые выставлялись до сих пор. Нужно или мы уже меняем? Мы уже меняем. Это дело внедряется, в частности, вот 28 сентября мы разрабатывали, я имею в виду аппарату полномоченного, правительство Новосибирской области приняло постановление Новосибирской области о методику оценки эффективности и результативности действий контрольно-надзорных органов. То есть, количество показателей там уже не в приоритете, правильно? Правильно. Они есть, они никуда не делись, но на третьем месте. А на первом? А на первом месте это как раз то самое количество спасенных жизней, то самое количество сохраненного здоровья. А это чем можно достичь? Профилактическими мероприятиями. те меры профилактического характера, которые позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан. Что нам и требуется от всего этого контроля. Для других целей он, собственно говоря, не нужен. На втором месте тоже очень важен показатель. А насколько эффективно, сколько мы денег затратили на это? И сопоставимо ли вот мы тратим бюджеты все уровни на те мероприятия, которые проводят контрольно-надзорные органы? И на третьем месте, конечно, никуда не деться. Сколько выходов у инспектора там, или он не ходил никуда и ничего не проверял. То есть они все-таки будут стараться ходить по графику? Ну, по крайней мере, сейчас это остается среди критериев, но уже не среди главных. Я думаю, что внедрить в жизнь, в реальную жизнь эти критерии и перейти к этим новым оценкам не так просто. На это понадобится очень много времени. Вообще перестройка психологии, философии даже своей работы. Но, в всяком случае, первые шаги сделаны. Сегодня идет процесс разработки таких критериев самих надзорных органов. Я понимаю, еще очень рано, но, тем не менее, вот эта работа уже началась. Если подвести первые итоги, вот 2017 года, есть ли уже какие-то конкретные результаты, на ваш взгляд? Здесь надо разделить по крайней мере федеральный контроль и региональный. Вот федеральный контроль это те самые надзоры, которые всем известны, часто очень проверяют. Я их называл в частности там три из них. Вот внедрение вот этих стандартов, о которых я сказал, открытости, взаимодействия с бизнесом, внедрение рискориентированного подхода, разделить всех по рискам и каждому назначить свою долю рискованности. И внедрение вот этой методики оно активно идет, активно, я бы сказал, идет на уровне федеральных органов. Этим занимается правительственная специально созданная комиссия. На уровне региональных надзоров мы занялись этим только в семнадцатом году, можно сказать. Здесь тоже сделаны некоторые шаги. Не все, во-первых, не все охвачены, мы только семь выбрали в качестве пилотных направлений видов контроля и в этом направлении двигаемся. А есть еще муниципальный контроль, за него пока еще совсем не брались. Поэтому здесь выбрана определенная тактика движения что называется степ-бай-степ и нужно чтобы эти цели достигались. Но я хочу напомнить еще о чем. Что еще до реформы было принято несколько очень важных решений. например, введение единого реестра проверок, каникулы для малого бизнеса, проверочные каникулы, надзорные. Например, внедрение положения о том, что каждый жалобщик, например, его не просто слепо нужно брать эту жалобу, а проверить, если он действительно человек такой существует и только потом проводить. Но еще несколько вещей. То есть вот это уже дало свои результаты. Мы видим по опросам даже предпринимателей, что эта нагрузка слегка оттаяла. Правда, там есть другие хитрости у тех же надзорных органов. Но когда плановые проверки сократили, прокуратура начала за ними следить, раз, быстро выросли внеплановые проверки по каким-то сигналам. То есть лавируют очень пока что много. А проверки там как-то тоже сложно. Придумали административные расследования. То же самое, только по-другому назвали. Но, тем не менее, все эти процессы регламентируются. Очень помогает президент Российской Федерации. Вот он в очередной раз рассказал об этом и сказал, что пора уже внеплановые проверки сделает не более 30% от количества плановых. Я думаю, что на это тоже будет реакция. И вместе с теми процедурными процессами, которые заложены в самой реформе, это даст результат. В рамках реализации программы предусмотрены публичные обсуждения о правоприменительной практике. Вот этот раздел насколько он вас требовал? Да, я как раз о них и говорил. Сейчас все органы надзора, федерального органа надзора, федерального уровня, ежеквартально проводят встречи с предпринимателями. Ну и отдельные вот те приоритетные виды, пилотные, которые мы выбрали на региональном уровне. Я часто посещаю такие мероприятия, не могу охватить, всех их много, я и раз в квартал. Сотрудники нашего аппарата, мы все-таки стараемся быть на этих мероприятиях, там есть полезные вещи, которые проговариваются. На мой взгляд, эту практику нужно продолжать безусловно и совершенствовать тоже можно. В чем? Иногда это проходит в виде какого-то лекционного мероприятия, что не совсем эффективно. И иногда а если часто проводить, то и бизнес, одна и та же лекция, на третий раз неинтересно слушать. Иногда вынуждены организаторы гнаться за количеством, чтобы 200 человек обязательно было. Я думаю, над этими вещами нужно поработать. Важно, что, чтобы на таких встречах, публичных обсуждениях, обязательно приходили предприниматели и обязательно представляли две категории. Те, которые прошли проверку в прошедшем квартале, например, и они могли бы сказать, что вот здесь хорошо, вот это бы мы бы просили вас. Все-таки высказать, да, вот это плюс, вот это минус. Мы просили вас поправить. И другая категория, которые заложены в плане проверок на следующий квартал. Им нужно рассказать, что мы к вам придем, будем проверять, требования можете увидеть на сайте, посмотрите, постановление внимательно читайте о проведении проверок. Тогда этот бы разговор был ну и более деловым и более результативным. Виктор Александрович, вы уже сказали, действительно, очень сложно остановить вот эту машину, которая формировалась даже не годами, а десятками лет. Десятилетиями, да. Да, и она исправно работает, и вот решили ее остановить и как-то все перестроить. сложно делать какие-то прогнозы, но тем не менее, если опять же забежать вперед, как вы считаете, насколько вот эта программа, она позволит повысить эффективность и результативность работы бизнеса? Я не взялся бы делать какие-то экономические прогнозы. Хорошо, насколько программа призвана? Я точно знаю, что это повысит настроение предпринимателей, если их, если количество проверок будет адекватным, по крайней мере, и сами проверки не будут носить характер таких избыточных требований, а все-таки между проверяемым и проверяющим установится нормальное отношение. Мы встречаемся с другими сейчас ситуациями, когда зачастую сам предприниматель зовет на проверку и говорит, придите и проверьте. Он не хочет, чтобы у него пожар случился, он не хочет, чтобы у него там были какие-то неприятности вообще с надзорами. Он хочет заранее подготовиться к этой проверке, он ждет инспектора себе, как человек умудренного опыта, как человек, который может подсказать, наставить, ну и так далее. Тем более, что сегодня есть и это внедрено возможность во время первой проверки не выписывать штрафы, ограничиться предупреждением и поэтому я надеюсь, что такое взаимодействие, такое взаимопонимание все-таки установится. Ну а когда будет хорошее настроение, то там и работается лучше, и прибыли больше. Ну что ж, начало положено, посмотрим, каким будет продолжение. Будем надеяться, что действенным и эффективным. Вам спасибо большое за информацию. Это была программа «Отдельная тема». Я Людмила Чуевская. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok